Настоящий материал, информация, произведён, распространён и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Знаменитая сцена обмена советского разведчика на британского. Действие происходит на Глиникском мосту между Берлином и Потсдамом в годы Холодной войны. Признаюсь честно, в детстве меня охватывала гордость, когда я смотрел «Мёртвый сезон». Из чувства своих не бросаем. Но сегодня понятия свои размыто. Когда ты плохо представляешь, какие задания режима выполнял тот или иной агент. У каждого человека в жизни наступает час, когда он должен выбрать, кому служить. Богу или дьяволу. И вот сейчас вы должны сделать этот выбор. В Брежневский период обмены чаще проходили по диссидентской линии, когда Запад отдавал Москве разоблачённых агентов, а КГБ странам НАТО и советских шпионов, и политзеков. Громкая история, ставшая анекдотом, когда Брежневу понадобился лидер чилийских коммунистов Луис Карвалан. Генсек предложил сделку не латиноамериканскому диктатору Пиночету, а Вашингтону. На свободу вышел диссидент Владимир Буковский. Сколько осталось в России людей, которые пережили то же самое, что и вы? Этот вопрос я слышу много раз. Сколько политзаключённых в Советском Союзе? Я много раз отвечаю одно и то же. 250 миллионов. Извините, мне больше нечего сказать на эту тему. Так родилась частушка. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где б найти такую, дальше нецензурное слово, чтоб на Брежнева сменять? Обмен происходил следующим образом. Стояло два самолёта. Один, который привёз нас, другой, который привёз Карвалана с женой. И три машины трёх послов. Советского посла, чилийского и американского. Обмен осуществляли вот эти послы с машинами. Меня забрал советский посол с семьёй в свою машину. Ну да, чилиец забрал своего Карвалана в чилинскую машину. Американец забрал Карвалана от чилийского посла и доставил его на борт советского самолёта. А потом подъехал к советской машине и забрал нас. Увёз в аэропорт. Вот как это сказал. Я его в лицо не видел, Карвалана. Я видел только как он в спину, как он поднимается по трапу. Путин продолжил традиции советского КГБ, разделяя собственных граждан на хороших русских и плохих. Самой громкой в первые годы его правления стала история, которую освещали мировые масс-медиа в разгар второй чеченской войны. Журналиста радио «Свобода» Андрея Бабицкого, работавшего в Чечне, федералы взяли в заложники, как представителя вражеской прессы и обменяли на двух пленных российских солдат. Власти утверждали, что это было сделано якобы по просьбе чеченских полевых командиров из письменного согласия самого Бабицкого. Как утверждал в поздних своих интервью Бабицкий, он так до конца и не понял схему этой спецоперации Путина, в результате которой чудом остался жив. Власть впоследствии действовала абсолютно теми же методами. Во всех громких делах путинской эпохи, будь то ЮКОС или телеканал НТВ, мы знаем, что был нарушен закон, но мы точно так же знаем, что следствие не проведено, что не сделаны соответствующие выводы, и никто из нарушивших закон, он, включая высших руководителей страны, не понес никакой ответственности. В итоге чеченцы его отпустили, он оказался на свободе. В 2014 году Бабицкий поддержал аннексию Крыма, переехал в Донбасс и сотрудничал с прокремлевскими масс-медиа. Умер весной 22-го года в Донецке. В 2010 году поменяли 10 российских агентов. Среди них была Анна Чапман. За границу улетели четверо россиян, осужденных на родине за шпионаж. Ученый Игорь Сутягин и бывшие сотрудники спецслужб Сергей Скрипаль, Александр Запорожский и Геннадий Василенко. После обмена Чапман была лишена гражданства Великобритании, ныне живет в России, работает телеведущий на одном из прокремлевских каналов. Мы очень простым языком рассказываем, что на самом деле произошло, откуда идет это зло. То есть у нас есть фильмы про Польшу, про Англию, почему Англия действует так, как она действует. В 2018 году Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами сильнейшего отравления нервно-паралитическим веществом военного назначения новичок в Англии. Им удалось выжить. Дело вызвало огромный резонанс на Западе. Москва, как обычно, отрицала свое участие. Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Я приехала в Великобританию 3 марта навестить своего отца, как я и делала ранее. Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Шокирует сам факт использования нервно-политического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. После 10 лет заключения в американской тюрьме Путину удалось вернуть в Россию торговца оружием Виктора Бутта. На Западе его называют оружейным бароном. Взамен США получили олимпийскую чемпионку, баскетболистку Бритни Грайнер, осужденной в России по статье о контрабанде наркотиков. Бутта встретили на родине как героя. Нашли ему место в рядах партии, теперь уже покойного Жириновского. Одним словом, политик, общественный деятель и уважаемый человек. Всегда традиционно ЛДПР защищало и русских людей, и простой народ, ну и всю страну в целом. Поэтому здесь для меня выбор был естественным. С 2014 года Москва и Киев регулярно обмениваются военнопленными. Если украинская сторона публично озвучивает имена спасенных граждан, среди которых кинорежиссер Олег Сенцов, штурман-оператор вертолета Ми-24 Надежда Савченко, то российская чаще прячет своих солдат, и офицеров которых мир считает военными преступниками. К третьему десятку лет пребывания в Кремле Путин наладил настоящий конвейер по похищению заложников для обмена на своих. На этой неделе страны Запада и Россия провели очередной самый крупный обмен заключенными. 16 человек, содержавшихся в колониях, тюрьмах и следственных изоляторах в России и Беларуси, были обменены на 8 граждан России в западных тюрьмах. Кого приобрела Россия, расскажет Никита Пешков. Вадим Красиков кажется ключевым для России участником обмена. Путин встречает его у трапа самолета, жмет руку, обнимает и говорит ему «здорова». По данным New York Times, Путин считает Красикова своим другом. Работу Вадима в ФСБ подтверждает и пресс-секретарь Дмитрий Песков. В 2021 году этого бывшего сотрудника ФСБ приговорили к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин называет Красикова «патриотом». Сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Сделал он это по собственной инициативе или нет. Это другой вопрос. В розыск Красикова объявляли и в самой России по подозрению в убийстве бизнесмена. А по данным расследовательского центра «Досье», тот же Красиков участвовал в убийстве еще одного бизнесмена в Карелии. Это действительно самая известная фигура с самым большим сроком. Вся мерзость ситуации в том, что он практически доказанный убийца по найму на территории России. И убийства что в Москве, что в Костромуксе, они никак не могут быть обоснованы каким-то государственным интересом. Возможно, именно такие разного рода подработки были среди тех секретов, о которых Красиков не должен был проговориться в Германии. Киллер, который был с ним так или иначе связан еще в годы работы в Питерской мэрии, это человек, который обладает гигантским объемом компромата и информации о Путине, который не должен был стать доступен. Кстати, я не уверен, что теперь этот киллер не пропадет совсем из поля зрения, если не сказать хуже. Нет, не пропадет вовсе, даже несмотря на то, что он ничего вроде бы не сказал, находясь в Германии. Кто же остальные люди, которых российская власть получила в результате обмена? Семейная пара Артем и Анна Дульцевы, российские шпионы, задержанные в Словении, вернулись в Россию вместе с двумя детьми. Песков, кстати, сказал, что дети не знали, что они граждане России. До момента обмена они, видимо, думали, что они, как и родители, граждане Аргентины. Именно так Дульцевы представлялись в Словении. Еще один обвиненный в незаконной разведке, Михаил Микушин, был задержан в Норвегии. Он представлялся бразильским исследователем. Павел Рубцов был задержан в феврале 2022 года на польско-украинской границе, представлялся испанским журналистом Пабло Гонсалесом и собирал данные на оппозиционеров. Дольше всех отсидевший в американской тюрьме Роман Селезнев, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева, был задержан американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014. В США он был приговорен к 27 годам за кибермошенничество и провел в тюрьме 10 лет. Владимир Клюшин, осужденный в США на 9 лет колонии за незаконное использование инсайдерской информации на рынке ценных бумаг. Вадим Конощенок, задержанный в Эстонии в 2022 с товарами двойного назначения, электроникой и несколькими тысячами патронов, обвинялся в США в незаконном экспорте в Россию технологий и отмывании денег. Кроме этого, Россия, похоже, хотела получить Александра Винника, который, по мнению властей США, является основателем криптобиржи BTC-E. По обвинению в махинациях ему грозило 50 лет тюрьмы, которые после сделки с правосудием превратились в 10 лет заключения. Но в итоге его не оказалось среди участников обмена. Может, просто вообще выгребли всех, кто есть? Потому что, ну, люди, ну, да, ну, мошенники криптовалютные, значит, да, ну, вот, да. Да, вот такой человек, вот, живет этим, ворует немножко там банковских карт и так далее. Ну, уголовщина. Я понимаю мотивы там, там, два человека, которые пытались какие-то, во всяком случае, в чем их обменяла американская сторона, наладить импорт в Россию неких изделий или технологий. Ну, понятно. Ну, шпионы, тоже понятно. Ну, может, уже больше никого не осталось и решили, давайте вот этих вот, значит, мошенников вытянем. Однако этот обмен многим кажется безусловной победой Путина. Он исключительно в выигрыше. Он получил своего киллера, даже несмотря на то, что убил Алексея Навального, и Запад не прекратил после этого переговоры. Он выдворил за пределы страны несколько опасных оппозиционеров. Их даже не пришлось убивать. И он надеется, что они там создадут сумбур вместо новой политической активности. Он объявил всю оппозицию при помощи этого обмена в том, что она вся состоит из агентов Запада. Он еще закинул удочку на новые обмены и продемонстрировал, что он человек, с которым по-прежнему можно договариваться, несмотря на то, что его называют террористом, он убивает детей, он взрывает больницы. И все равно с ним ведут переговоры. В беспрецедентном по количеству стран-участников обмене поучаствовал даже Александр Лукашенко. Он приговорил к смертной казни немецкого гражданина, который стал участником договора. За исключением нескольких иностранных граждан, в основном обменяли русских на русских. Россия выдала российских граждан. Это уже само по себе дикость. Граждан, осужденных исключительно по политическим статьям, в то время как в Россию вернулся освобожденным, осужденный за убийство на пожизненное лишение свободы. То есть он должен сидеть за убийство по найму. Вместо этого он фактически сейчас герой. Пропаганда здесь выставляет Путина, конечно, таким спасителем каким-то. Хотя каким спасителем он своих же граждан выталкивает из страны. Сначала осудил их неправомерно, теперь выталкивает. В России в заключении остается более тысячи политических заключенных. Со мной на связи военный эксперт, политолог Юрий Федоров. Юрий, хочу продолжить вам вместе посмотреть маленький видеофрагмент. Некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Ваше отношение к версии, что Путин ликвидировал Навального, чтобы тот не вошел в этот обменный список? Я думаю, что эта версия очень близка к реальности. И объяснение, мне кажется, заключается в том, что Путин просто ненавидит, ну, ненавидел, я думаю, ненавидит до сих пор Алексея Навального. И эту ненависть нельзя объяснить исключительно политическими причинами. Сама попытка отравления Навального – это тоже ведь, на мой взгляд, нечто такое уже, продукт некой такой патологической психики. В чем причина этой такой патологической ненависти? Мне сказать трудно. Это вопрос для психиатров или психоаналитиков. Но, мне кажется, есть просто некая зависть человека с каким-то таким очень неприятным детством, достаточно убогой внешности. Представляется, что его до сих пор терзают какие-то комплексы. Он пытается все время утвердить себя в качестве какого-то великого человека, большого начальника. И вот этот человек сталкивается в своей жизни с блестящим парнем, с очень хорошим языком, с прекрасной внешностью. И тут возникает ненависть. И вот это болезненное восприятие, в общем, привело к тому, что Путин отдал приказ в конечном итоге ликвидировать Навального, тогда, когда возникла первая, ну, более или менее реальная перспектива того, что в обмен на этого самого убийцу Красикова Навальный может оказаться на свободе, может оказаться за пределами досягаемости Путина, выйти из-под его контроля, он не сможет больше над ним издеваться. Вот мне кажется, что вот этот клубок таких болезненных эмоций в конечном итоге привел Путина к решению уничтожить Навального. Юрий, издание Бильца с ссылкой на свои источники пишет, что Красиков может быть причастен к смерти экс-мэра Питера Собчака. Другие СМИ сообщают, что Красиков – личный друг Путина. Чем так дорог Путину киллер Вадим Красиков? Видимо, Красиков чем-то симпатичен Путину. И не только симпатичен, но и даже достаточно, ну, я бы не сказал, дорог, но он ему чем-то ценен. Но, видите, если Красиков действительно причастен к каким-то убийствам, к смерти того же Собчака или к каким-то другим убийствам в Петербурге, ну, тогда, в общем, отношение Путина к нему. Желание Путина во что бы то ни стало заполучить его назад, вполне понятно. Путин очень опасается того, что рано или поздно, находясь в тюрьме, Красиков мог бы развязать язык и поделиться с, ну, с тем же самыми западными журналистами некими деликатными аспектами деятельности Путина в Санкт-Петербурге, а может быть и позже, кто его знает. Станет ли Кремль делать из киллера Красикову политикой или общественной деятели, каким стал подозреваемый в убийстве Литвиненко, сотрудник спецслужб Андрей Луговой? Ну, это вполне возможно. Действительно, ведь путинскому режиму необходимы герои, понимаете? Любому режиму такого типа, ну, скажем, там, полуавторитарному, полутаталитарному необходимы какие-то герои. Ну, вспомним советское прошлое, вспомним вот этих Павлика Морозова, там, я не помню, кого Александра Матросова, да их много, в общем. Из Красикова могут сделать такого героя. Юрий, я с вами не прощаюсь. Мы вернемся к нашей беседе через несколько минут. Общественный деятель и публицист Александр Гольфорд вспоминает, как почти 40 лет назад он также встречал в Америке своего отца Давида Гольфорба. Ученого и диссидента Давида обменяли на советского шпиона Геннадия Захарова. Почти 40 лет назад обменяли вашего отца, ученого-микробиолога и отказника Давида Гольфорба на сотрудника представительства СССР при ООН Геннадия Захарова. Захаров признался в разведеятельности, но обмен прошел не очень гладко. Вот как так получилось? Вы сумели выехать из Советского Союза, а отец ваш застрял. Суть истории заключалась в том, что в Америке был арестован советский разведчик в Нью-Йорке, сотрудник ООН, его звали Геннадий Захаров, и тут же моментально, буквально в течение двух недель, в Москве был арестован американский журналист русского происхождения Николай Данилов. Ну, он, в общем, был чистый американец, родившийся в Европе, потом приехавший в Америку. Вот. И он был фактически взят в заложники. И тогда коллизия заключалась в том, что Рейган, который лично этим занимался, Рональд Рейган, сказал, что мы не будем менять шпиона на журналиста. Это не правомерный обмен, мы этим самым создадим прецедент и стимул, что ли, мотив для того, чтобы они продолжали брать заложников. Так началось все это дело. И тогда, значит, переговорщики, главным из которых был Эдуард Шеварнадзе, вышли с идеей сделать этот обмен асимметричным, то есть в придачу к журналисту Нику Данилову дать еще добавить несколько диссидентов. И тогда вот этот обмен был действительно асимметричный. Добавили к Данилову трех диссидентов. Юрия Орлова, основателя хельсинского движения, который сидел в это время в лагере. Ирину Ратушинскую, феминистскую поэтессу, которая тоже сидела в лагере. И моего отца, который был, во-первых, он был приятелем этого Данилова. Во-вторых, его КГБ кошмарило. Он был отказником, но его КГБ кошмарило. У него был обыск, было следствие, что он якобы передает какие-то материалы на Запад. В общем, у него было довольно неприятное последние два года в России. И его добавили вот к этому пакету. И я в это время был в Нью-Йорке. И, так сказать, с замиранием сердце следил, гадал, добавят папу или не добавят. Был таких, как я, много. Потому что народ бегал и пытался убедить властей, придержащих, чтобы именно их родственника или их заключенного включили в этот пакет. И вот в результате мой папа тогда выехал. И была большая шумная история на эту тему. А каким образом ваш отец попал в самолет бизнесмена Армонда Хаммера? Вот кто забыл, это американский миллионер. Он в свое время был знаменитостью и успешно торговал Советским Союзом. История такая. Значит, когда мы уже потеряли всякую надежду, потому что его отвезли в больницу, он был в тяжелом довольно состоянии, он был нетранспортабельным, я написал Хаммеру письмо открытое, что вот, доктор Хаммер, вы дружите с Брежневым и вообще с советскими властями, не хотите ли вы, так сказать, проявить акт гуманизма и посодействовать в вывозе моего отца. Это было еще до всех этих самых шпионских событий. И потом прошло месяц примерно, и вот тут как раз произошел шпионский скандал, арестовали этих двух людей, шпиона и журналиста. И вот тут вновь появился Хаммер, и, насколько я понимаю, у него были контакты с Белым домом, потому что этим занимался лично Рейган, и они попросили его слетать в Москву и забрать моего папу, и он действительно забрал его на носилках из больницы и привез в Нью-Йорк на собственном самолете. Почему чилийского коммуниста Кроволана обменяли на диссидента Владимира Буковского? Зачем Брежневу был нужен Кроволан? Как? Это было всемирное коммунистическое движение и, так сказать, пятая колонна Советского Союза по всему миру. Очень важная политическая, так сказать, линия советского руководства. И Кроволан, безусловно, в мировом коммунистическом движении был заметной фигурой, потому что в Чили был этот самый знаменитый переворот. Сейчас ведь тоже наблюдатели говорят о том, что существует некий такой интернационал популистских правых режимов, к которому относится и Путин в том числе, и который напоминает чем-то коммунистический интернационал в начале XX века. И это все одна компания, и они держатся друг за друга и вытаскивают своих. Поэтому вот и тогда Кроволан был, безусловно, очень важной фигурой, пропагандистской, по крайней мере. И это внутри коммунистического движения, это была большая победа Брежнева. Можно ли говорить, что портопорадчик Брежнев был более идеологизирован, чем КГБшник Путин? И для него тот же Луис Кроволан был союзником по левому движению. А вот Путин сугубо решает свои ведомственные задачи. Ну, единственное, что тут можно сказать, что это еще один аргумент в пользу того, что Путин является прямым наследником КГБ, так сказать, выкормышем и выходцем оттуда, и действует по алгоритмам, которые разработали и придумали в свое время КГБ СССР, начиная от использования ядов для устранения политических противников, и вот кончая обменами. Я думаю, что у Путина есть серьезный идеологический компонент. Он сам его не раз озвучивал. Это вот для внутреннего употребления, это вся эта история с русским миром, и с русской традиционной цивилизацией. Вот в его интервью, допустим, с Такером Карлсоном он называл главного фигуранта в этом обмене, Вадима Красикова, патриотом, который ликвидировал, как он сказал в Германии, террориста или, как он его назвал, предателя. Так что это, безусловно, есть какая-то идеологическая основа. Верит он в это сам или нет, сказать трудно, но Иоанн Эппельбам, например, наблюдатель многолетней Советского Союза и России, видит в этом международном движении правопопулистских режимов прямого наследника идеологического коминтерна. Я думаю, тут есть, конечно, идеологический элемент. Он верит в то, что он спаситель России и носитель традиционных ценностей. И вот эти вот ребята, которых он меняет, они солдаты в его глобальном походе. Но согласитесь, что Карвалан и Красиков – это не одно и то же. Один публичный политик с мировым именем, но у него есть своя паства. Другой – тайный убийца, действующий вне закона. Ну, опять же, с нашей западной цивилизационной позиции это действительно так. Но, опять же, они же все живут в рамках своей собственной картины мира. И для одних это борец за свободу, а для других – преступник. Точно так же вот эти вот люди, которых добивался обмена Путина, они, безусловно, часть его идеологической картины. Это картины экзистенциального конфликта, цивилизационного конфликта с коллективным Западом. И поэтому какой-нибудь убийца, посланный ФСБ, или даже экономический какой-то преступник, который ворует программу, или вот, например, говорят, что один из этих, он был хакер, который в свое время взламывал серверы демократической партии и пытался помочь Трампу, который в то время был фаворитом Путина на американских выборах, как-то продвинуться на выборах. Так что это все, безусловно, часть, в голове Путина, я думаю, хотя мне туда влезть трудно, это все-таки вся часть общей его борьбы за то, как он объясняет сам себе и своему населению, за то, что он борется за русский мир, скажем так. В Бонне закончилась пресс-конференция трех освобожденных политзаключенных Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и Владимира Карамурзы. Со мной на связи Юрий Баранюк, журналист, ведущий «Настоящего времени». Он находится в Германии и наблюдает за тем, что происходит. Что главного вы узнали после того, как Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Владимир Карамурза вышли к журналистам? Безусловно, главное – это то, как проходил обмен. Это вот та изнанка процесса, которая нам из Европы, из США абсолютно не видна. И дело в том, что никто из политзаключенных не понимал до конца, что это будет именно обмен. Могли судить об этом лишь по косвенным признакам. Когда они узнали о том, что их обменяют, уже фактически до самого факта обмена буквально оставались считанные часы. А до этого они могли понять о том, что им предстоит отправиться за пределы России. По таким, например, косвенным признакам, как их перевозят из своей колонии, помещают в Лефортово. В Лефортово они встречаются, их фотографируют, как будто для каких-то документов, для справки об освобождении, которое положено каждому российскому заключенному. При этом справку, как мы узнали впоследствии из пресс-конференции, им не отдали. И, соответственно, у них же не было документов для пересечения границы, какие документы необходимо было уладить дипломатам. И с таким статусом теперь они находятся на территории Евросоюза. Но самое главное, это, конечно, не эти мелочи. Первое, с чего начали пресс-конференцию, теперь уже бывшие политзаключенные, они обратили внимание, что они сидят перед журналистами, но в России гораздо больше людей, которые, по сути, совершили преступления, как считают российские власти, например, называли войну России против Украины войной и так далее. И вот они совершили ровно те же самые вещи, но они до сих пор находятся в России. И очень важно об этом помнить. Предлагаю послушать фрагменты пресс-конференции. Юрий, известно, что Илья Яшин ни в коем случае не хотел идти ни на какие обмены. Он об этом заявлял неоднократно, рассказывая о своей жизни в изоляторе, в тюрьме. Вот какие-то подробности своего освобождения Яшин прокомментировал? По словам Ильи Яшина, ему предлагали подписать документы о помиловании. И он отказался. И его точка зрения, что он должен был оставаться в России, не смотря ни на что, это его такая политическая позиция. Но дальше, как он сказал, его, по сути, поставили перед фактом. Ему подвинули следующий ультиматум. Если он отказывается от этого обмена, то в будущем не будет обмена и для других политзаключенных. Поэтому, по словам Яшина, теперь его главная задача, поскольку он согласился на эти условия, отказался в Турции отправиться обратно в Россию, теперь его работой должна будет стать попытка освободить как можно большее количество людей, которые против войны. В частности, он приводил, например, Алексея Горина, наших коллег-журналистов самых разных изданий, которые, по сути, просто сели в российские колонии просто за то, что освещали события в России в последние годы. Я предлагаю послушать прямую речь Ильи Яшина. Я уверен, что независимо от реакции, от линии поведения западных властей, Путин все равно продолжал бы брать заложников. Потому что диктаторы всегда так делают. Диктаторы всегда берут заложников и публично их мучают, эксплуатируя чувства вины, гуманистические чувства тех своих оппонентов, лидеров других стран, которые ведут себя цивилизованно, которые ведут себя как люди. Тираны и диктаторы всегда мучают людей. И Путин тоже демонстративно мучает людей. Он будет это делать, независимо от того, будут ли западные правительства спасать этих людей или будут их игнорировать. Скажите, Юрий, какие планы на будущее у бывших теперь уже политзаключенных? Как долго будет продолжаться карантин? Как долго они будут обследоваться? И какие-то, может быть, подробности? Мы надеемся, что карантин будет ограничен лишь первой неделей августа. Но в целом, конечно, немецкие власти как могут ограничивать общение журналистов с правозащитниками. Это и понятно, потому что меры безопасности должны быть повышенными. Все опасаются терактов. Ну и кроме всего прочего, надо понимать, что люди прошли через длительное заключение. Например, Андрей Пиваров находился в колонии еще с 2021 года. То есть его арестовали еще до того, как началось полумасштабное вторжение России в Украину. Он пытался улететь из Санкт-Петербурга. И тогда самолет, в котором он должен был подняться в небо, просто задержали на взлетной полосе. И с тех пор довольно большую часть времени он провел в одиночной камере. Конечно, все это не связалось положительным образом на здоровье. У многих были диагнозы, которые требовали обязательного медицинского сопровождения. Эту помощь теперь уже бывшие политиключенные не получали в колониях от врачей. И теперь они должны будут привести в нормальное состояние свое здоровье. Но в будущем сконцентрироваться на правозащите. И, конечно, им предстоит много бумажной работы. Они, по их словам, до сих пор до конца не понимают, с какими документами они будут жить дальше в европейских странах. Или в США все это предстоит привести в ближайшее время. Рассказывали ли бывшие теперь уже политзаключенные как с ними обращались в последние дни вот накануне освобождения? Да, безусловно. Во-первых, им не подавали никаких сигналов о том, что будет какой-то обмен. А по словам, например, девушки Саши Скаччеленко, до последнего, даже когда уже ей сказали, что будет обмен, с ней не общались. И когда она пыталась задать уточняющий вопрос, ей сразу же сказали, что еще одно слово, и она может оказаться смешком на голове. Вели себя довольно грубо. К каждому политзаключенному сопровождал отдельный сотрудник спецслужбы, какой конкретно я не могу сказать. Люди, которые участвовали вот в этом процессе со стороны России, многие из них пытались сохранить анонимность, использовали балаклавы, не было никаких жетонов, по которым можно было бы их впоследствии идентифицировать. И обращение до последнего было на самом деле довольно жестоким. И последний вопрос, Юрий. Немецкие власти помогут воссоединиться с семьями? Потому что родители, к примеру, Ильи Яшин находятся в России, ну и, наверное, и у других политзаключенных родственники еще ни в Европе, ни в Америке. Вот какие-то есть у вас подробности? Первые шаги для воссоединения многих семей, на самом деле, для того, чтобы люди смогли увидеться, зависит далеко не от немецких властей. Дело в том, что у многих родственников или не было загранпаспортов, действующих к этой минуте, или эти документы предстоит привести в порядок, чтобы туда можно было вклеить визы. Это все-таки бюрократические процессы. Все мы знаем, что паспорт должен соответствовать определенным критериям, особенно в свете последних новостей. Разные страны устачают требования к паспортам. Это, конечно, должны быть биометрические документы. И вот уже когда приведут эти бумаги в порядок родственники политзаключенных, как, например, родители Ксении Хадеевой, которая возглавляла предвыборный штаб и впоследствии штаб Алексея Навального в Томске, когда вот все эти вопросы будут улажены, тогда уже можно будет говорить о визах. Но рискну предположить, что, конечно, власти европейских стран, которые уже помогли политзаключенным покинуть Россию, помогут в будущем им увидеться со своими близкими. Юра, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был мой коллега из настоящего времени Юрий Баранюк. С нами на связи основатель Руси Сидящий Ольга Романова. Организацию, кстати, вчера в очередной раз признали нежелательной. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Почему не попали в список обмена Алексей Горинов, адвокаты Алексея Навального, Женя Беркович, Светлана Петричук, Юрий Дмитриев, Михаил Кригер и многие-многие другие? Да-да-да, можно подавать Марии Пономаренко, Борис Горлицкий. И давайте все-таки вспомним Мария Колесникова, Бабарико, многие-многие-многие белорусские заключенные, а белорусы принимали участие в обмене. И, судя по всему, никто и не требовал. Я думаю, что потому, что то, что мы видим, и, да, действительно, Владимир Карамурза очень здорово сказал, и это правда, да, это простые слова, но они очень много значат, что каждая жизнь важна, и эти жизни спасены. Поэтому, да, меньше одного процента, меньше одного процента заключенных вышло, политзаключенных, российских политзаключенных. Хорошо, что вышли эти. Хорошо, что вышли эти. Я надеюсь, что это даст какой-то толчок, даст надежду другим дожить до этого дня. Для меня была большой трагедия узнать, например, в день освобождения этих 16 политзаключенных, действительно выдающихся людей, о смерти в СИЗО номер один Биробиджана у политзаключенного. Кстати, по-моему, мы даже не успели признать Павла Кушнера, известного пианиста, и человека, который был обвинен по террористическим статьям, он сидел меньше двух месяцев. Умер от голода, кстати сказать. Умер от голода, и я узнала об этом от сокамерников. Об этом даже не было нигде объявлено. Он сел в тюрьму за то, что вел антивоенный блок. И он погиб. Он 84-го года рождения. Очень многие, очень многие могут не дожить. До обмена, до освобождения у Алексея Горинова, человека пожилого, я напомню, нет половины легкого. Очень многие заключенные испытывают и лишения, и подвергаются пыткам. Но 16 человек спасены. Это много или мало? Я не знаю. 16 жизней. Это как, знаете, евреи подарили Шиндлеру книгу, и на ней была надпись из Талмуда, кто спасает хоть одну человеческую жизнь, спасает человечество. Ольга, скажите, насколько теперь находятся в безопасности те люди, которые сегодня теперь оказались в Европе? Нет ли опасения, что российские спецслужбы будут преследовать их? Убить же отпустили. Эти опасения есть всегда. Я напомню, что эти опасения начались не вчера, и даже не позавчера. Я напомню, что, собственно, Троцкого убили в Мексике. А Меркадер, отсидев, по-моему, 20 лет, походится на Кунстанском кладбище Москвы. Рамон Иванович Меркадер со звездой Героя Советского Союза. Всегда всех забирали, все диктаторы забирали своих убийц. Всегда. Вспомните Луговой и Ковтун. Два молодых человека, которые убили Литоненко, очень сильно наследив в Лондоне, бывшего подполковника ФСБ. И Ковтун потом принял такую очень странную раннюю смерть. А Лугового мы наблюдаем поет и пляшет в Госдуме. Всегда, всегда так было. Да, да, мы все в опасности в Европе, в Европе, в Америке. В опасности все, кто не нравится путинскому режиму. И а когда было иначе? Когда было иначе? Думать об этой опасности, жить под этой опасностью совершенно невозможно, просто надо работать и все. А то, что на место Красикова встанут еще пять убийц, так это можно было сделать и без Красикова. И пять убийц Красиков сидел вполне себе, когда когда был убит летчик в Испании, который удал вертолет в Украину. Убийства практически совершаются и без Красикова. Когда сейчас Орбан откроет границы для так называемых строителей атомной станции, я думаю, что вообще не будет проблем поехать в Европу к августу. Это и сейчас не проблема. Это и сейчас не проблема, хотя, конечно, я понимаю вопрос, я понимаю опасения. Я понимаю критику, я понимаю критику, почему нельзя было отдавать Красикова. Но скажите об этом родителям Яшина или детям Караморзе или мужу Лилии Чанышевой или девушке или маме Наде Скочеленко, да? Наде Скочеленко, мама Саши Скочеленко. Как? Знаете ли вы, какие документы подписывают стороны при таких обменах? Есть ли подобие бумаги о неразглашении, что бывшие заключенные могут рассказывать, а что нет? Ну попробуйте такую бумагу требовать с Яшина. Это невозможно. Невозможно себе представить просто такое. Нет, каждый обмен глубоко индивидуальный. Всегда. Всегда. Каждый обмен сопровождается своими совершенно условиями. мы не знаем до сих пор, на что поменяли Михаила Ходорковского в свое время. Не на кого, потому что там никто не был с другой стороны. А на что? Кто-то говорит про Олимпиаду, кто-то говорит про Северный поток, а бывший министр остальных дел Германии, который знал все, Генши, он уже умер. Мы знаем из воспоминаний Буковского, что он до конца пока не призывался в Швейцарии, не знал, что происходит, не понимал, что происходит, в отличие от Луиса Кроволана, который прекрасно все знал и понимал. Мы не знаем, что говорили и как шел на самом деле обмен Бритни Грейдер, американской спортсменки, и Виктора Бута их поменяли. Можно было бы спросить у Бритни, откуда она знает. Можно было спросить у Бута, но вообще в ферме сидел. Занимались этими приговорами совершенно другие люди. Конечно, недаром сейчас Трамп требует рассказать публично, кто в этом был задействован, платили ли деньги, сколько денег и так далее. Но это практически невозможно. Это всегда сверхсекретная операция. И если мы хотим, а мы хотим, чтобы обмены продолжались, к этой деликатнейшей информации надо относиться очень и очень осторожно. Я надеюсь, что в конце концов следующий, несмотря на неутихающую боль по отношению к российским политзаключенным, что все-таки в этот обменный процесс будут включены в конце концов украинцы и белорусские политзаключенные. Скажите, какой обменный фонд у Путина и как он им воспользуется? Будет ли брать новых заложников? У него очень много заложников. У него очень много заложников, потому что 9 тысяч украинцев. Как украинцы относятся к своим и к солдатам, и к цивилизм-зарочникам, мы все это, конечно, знаем прекрасно. Он может набрать еще сколько угодно иностранцев. Он может набрать сколько угодно журналистов. В конце концов, мы видели этого немецкого гражданина Кригера в Беларуси, который был туда заманен. Это просто была провокация. Конечно, там не могло быть и речи об участии украинской разведки. Ну как может человек повестись на такое, что вам пришло письмо от украинской разведки, чтобы вы помогли украинской разведке подорвать железнодорожные пути под Могилевым. Но это невозможность это представить. Человек пришел, пытался что-то подорвать, никто не пострадал, ущерба на 500 евро, 500 евро, не миллионов, не тысяч, а 500 евро. И приговорили к смертной казни. Ну вот разводка и провокация, конечно же. Поменяли его, в том числе, главное, на Красиков, потому что дал сколько таких можно еще заманить. Прекрасными блатинками, голубоглазыми, да, в переписках, подвигами, что без себя, парень, мы не справимся. Сколько угодно можно заманить наивных людей. Оля, спасибо вам за беседу. Моим собеседником была основатель Руси сидящей Ольга Романова. В случае уклонения от службы в армии у новых граждан России, будут отнимать гражданство. Такой законопроект в среду в окончательном чтении одобрила Госдума. И параллельно Владимир Путин издал указ увеличить единовременные выплаты контрактникам в два раза с 200 до 400 тысяч рублей. Как сегодня власти России пытаются заманить людей на войну, расскажет Илья Козин. За 411, против, нет, воздержавшись, нет. Федеральный закон принят единогласно. Поздравляю, коллеги. Кто не воюет, тот не гражданин. И это отнюдь не лозунг, а суть законопроекта, который в среду единогласно утвердила Госдума России. Все новые граждане России будут поставлены на воинский учет одновременно с получением паспорта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин необходимость нового закона аргументировал так. Принимают гражданство, но при этом обязанность человек не приобретает. А права, пожалуйста. Право на социальную защиту, на пенсию, на медицинскую помощь, на школы бесплатные, вузы. Это что такое? Кроме того, теперь можно законно лишать гражданства тех новых российских граждан, которые уклоняются от службы в армии. Законопроект разработала и на повестку внесла группы депутатов во главе с Володиным. А ранее о необходимости таких и других мер к Володину обратился председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Не так давно он сообщил, что уклонистов среди новых граждан России примерно 30 тысяч, и уже 10 тысяч из них отправлено в зону боевых действий в Украине. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строили. Вместе с тем фракция Справедливая Россия внесла на рассмотрение законопроект, который предлагает запретить трудовым мигрантам работать в медицине, образовании, а также курьерами, если зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц. Сотрудник факультета социальных наук Карлового университета Дмитрий Дубровский именно таким видит выбор, перед которым российские власти поставили трудовых мигрантов из Центральной Азии. Параллельно этим мерам Путин на днях увеличил федеральные выплаты контрактникам в два раза с 200 до 400 тысяч рублей. Относится это к тем, кто с 1 августа и до конца года заключит контракт на военную службу сроком минимум наград. Я думаю, что речь идет скорее не столько о проблемах мобилизации, как многие пишут, я не думаю, что они есть серьезные, сколько о постоянном обновлении вот этого экономического контракта и подтверждении значимости этого действия с точки зрения экономической. О новом социальном контракте свидетельствуют также выплаты от регионов, они значительно выше федеральных. Например, в Москве единовременные выплаты контрактникам самые большие, почти 2 миллиона рублей, в Петербурге миллион 800 тысяч, в Краснодарском крае миллион. Чтобы заманить людей на фронт, устраивают даже 12-часовые телемарафоны. Доброе утро, дорогие телезрители, в прямом эфире телеканала «В Татарстан, Новый век» и «ТНВ Планета». Начинается телемарафон «Вступай в армию победы». Политолог Руслан Айсин, в отличие от Дубровского, уверен, увеличение выплат вряд ли что-то изменит. кто хотел заработать деньги, они туда уже шли. Потому что человек, условно говоря, который хочет идти на войну, ему что, 300 тысяч, 400 тысяч, не особо разницы не играет. Но власти этого не понимают, они думают, если поднимут условно на 100 или на 200 тысяч, тут же ринутся толку людей подставлять себя под путь. Оба наших собеседника сходятся во мнении, что как меры по отношению к трудовым мигрантам, так и увеличение выплат контрактникам меры хаотичные и не говорят о наличии стратегии. Остается вопрос, чему же это приведет в будущем? Прежде всего, последствия ощутит экономика. Как выяснил экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блант, если сохранятся нынешние темпы подписания контрактов, то военным заплатят минимум 160 миллиардов рублей. Эти деньги, выпущенные в российскую экономику вкупе с нехваткой рабочих рук, приведут к ее перегреву, что означает высокие цены, безработицу и стагнацию. Продолжим разговор с политологом Юрием Федоровым. Насколько это эффективные меры? Кажется, что воевать все, кто хотел, уже ушли. Остальные в войне даже за большие деньги не заинтересованы. Ну, вы знаете, очень трудно сказать, заинтересованы или нет. Тут же действует очень простая экономическая схема. Спрос есть, предложение падает, значит, растет цена. В последние недели принято решение о том, что так называемый федеральный бонус при подписании контракта увеличен вдвое, там, с 200 до 400 тысяч рублей. А люди, у которых есть проблемы финансовые, ну, допустим, человек запутался в долгах, да, ему нужно там, рассчитаться за квартиру, иначе его выкинут на улицу. Ну, да, у него есть, в общем, один только выход, это идти, сдаваться вот в этот вербовочный пункт и пытаться выжить в аду фронта в Украине. Юрий, скажите, если Кремлю не удастся привлечь новых контрактников, есть ли риск всеобщей мобилизации? Да, в общем, конечно, есть. Видите, ну, вся статистика, вот если внимательно просмотреть все данные, которые публикуют и на Западе, и те цифры, которые называют российские власти, значит, получается так, что в месяц Москва может подписывать новые контракты, ну, Министерство обороны российское, примерно 30 тысяч контрактов, но я могу просто подчеркнуть, что подписанные контракты или количество этих контрактов не эквивалентно количеству людей, которые привлекаются. Что Вагнер делает в Африке? Зачем туда отправляют частную армию? Ну, в свое время вагнеровцев отправили в Африку для того, чтобы они отстаивали интересы России, так, как их понимают в Москве, то есть оказывали помощь местным режимам в борьбе с повстанцами, оппозицией и так далее. После того, как Пригожина ликвидировали, ЧВК Вагнер распалась на разные осколки, и вот один из таких осколков, это примерно что-то около полутора тысяч человек, оказался в Мали, они, в общем, никому не подчиняются, ну, то есть, они работают за деньги, они за деньги служат местному правительству, у них достаточно сложные были отношения с российским министерством обороны, которая пыталась поставить их под свой контроль, но это отдельная история. А там, да, они просто выступают в качестве наемников, пытаясь подавить восстание туарегов, это население, сахарское население, ну, такой автохтонный сахарский район, народ, который, в общем, совершенно не хочет находиться в составе государства Мали, ну, и некоторых других государств этого региона, Сахеля. Говорят, при помощи то ли разведки вооруженных сил Украины, то ли французской разведки, туареги, получили необходимую информацию и получили необходимые средства, и, в общем, расколотили в пух и прах колонну этих вагнеровцев, ну, вместе с какими-то подразделениями правительственной армии, которая куда-то двигалась, там, в какой-то город, пытаясь его занять. Юрий, очень коротко, если можно, это бизнес или политика? С точки зрения вагнеровцев, это типичный бизнес, они готовы служить кому угодно, а в Африке таких желающих нанять их, ну, в общем, довольно много. У них, повторяю, очень плохие отношения с российским министерством обороны. Юрий, спасибо вам за интересный комментарий, моим собеседником был военный эксперт Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу Грани Времени Итоги Недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале Настоящее Время и на YouTube-платформе Радио Свобода. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин